Как они говорят, проветривают мозги. Тема нашей рубрики похмельный синдром? Нет, тема нашей рубрики алкоголь и его влияние на работу мозга. Как я рассказывал в одной из наших прошлых программ, под действием алкоголя эритроциты крови, наши красные кровяные клетки, они слипаются, образуя большие грозди. Это происходит примерно вот так. Это что, доктор? Это красные кровяные тельца, эритроциты, которые слипаются в кровеносном сосуде и блокируют кровоток. Если посмотреть под микроскопом, они образуют вот такие свердовиноградные грозди. А почему они образуются, доктор? Они образуются вследствие разрушающего влияния этанола, то есть этилового спирта, на мембраны этих красных кровяных клеток. Из-за этого происходит их слипание, они образуют вот эти грозди, а их количество и размер зависят уже от количества выпитого и от индивидуальной переносимости алкоголя. А мы можем как-то это показать нашим зрителям в студии, прям наглядно? Безусловно, безусловно. Давайте это сделаем. Вот у нас есть пробирка, в которой кровь человека, не употреблявшего алкоголь. Мы возьмем две вот таких емкости и в них нальем вот то же самое, что в этой рюмочке обычно люди употребляют. Значит, в одну мы наливаем спирт. А это? А это вода. Наливаем водичку. Так. И добавляем кровь в воду. Размешивайте. Что происходит? Ничего. Ровным счетом ничего. А теперь мы возьмем кровь и добавим ее в спирт. В принципе, это одна рюмка, если ее разбавить, то получается 100 грамм водки. И что же мы видим? Видите, образуется взвесь. Нет, я вижу осадок. Да, это эритроциты оседают на дно. Мертвые. Умирают. Угу. Больше эти эритроциты, я так понимаю, жить не будут. Да, безусловно, больше они жить не будут. Но что самое печальное, в этом случае они, слепаясь, образуют крупные фрагменты, которые закупоривают кровеносные сосуды у человека, препятствуя доставке крови и доставке кислорода. И ткани в самом буквальном смысле этого слова начинают задыхаться. Так, с кровью понятно, доктор. А что происходит с нашим мозгом? Дело в том, что мозг в нашем организме – это тот орган, который потребляет большое количество крови и большое количество кислорода. До четверти расхода кислорода осуществляется именно в головном мозге у человека. И именно по этой причине он очень зависим от того, насколько кислород хорошо доставляется. Мозг человека, вот он у нас, окутан кровеносными капиллярами. Они очень и очень маленькие, и их диаметр составляет примерно 2 микрометра. В то время как диаметр вот таких сгустков, которые образуются после употребления алкоголя, может составлять 60 микрометров. То есть в 3 раза больше? В 30 раз больше. В 30 раз? В 30 раз больше. И если в обычных условиях один единичный ретроцит через этот капилляр еще в состоянии протиснуться, в данном случае получается, что такая гроздь слившихся ретроцитов, она через такую тоненькую трубочку проникнуть не может. Вот точно так же, как вот такой вот шарик не может проникнуть через вот такую трубочку. Регулярно пьющий человек, он даже не подозревает то, что происходит у него в голове. То есть фактически вот эта гроздь слившихся ретроцитов блокирует, закупоривает кровеносный сосуд, и участок мозга просто перестает снабжаться кровью. Ну то есть фактически происходит то же, что у человека при инсульте. То есть участок мозга находится в состоянии ишемии. То есть ему не хватает питательных веществ, ему не хватает кислорода, и соответственно этот участок погибает. Я хочу сюда пригласить нашего эксперта Егорова Ильева Вадимовича. Здравствуйте, Илья Вадимович. Итак, давайте посмотрим, как это выглядит в организме. Я вас прошу прокомментировать то, что мы сейчас увидим. Алкоголь попадает в ротовую полость. Так. Идет по желудочно-кишечному тракту и начинает всасываться в кровь. Под действием его эритроциты начинают слипаться, закупоривают капилляры, и происходит в некоторых случаях их разрывы, либо просто ишемия, и в результате клетка мозга погибает. И когда говорят, что человек топит собственные мозги в рюмке, это, в общем, неусиленая-то и метафора. Неолекомен. Хорошо. Помимо того, что нейроны разрушаются, что еще происходит губительного? Обмен веществ в мозге меняется, потому что на фоне увеличения дозы алкоголя в крови начинают уменьшаться защитные свойства головного мозга, начинают уменьшаться концентрации тех веществ в головном же мозге, которые защищают мозг от действия алкоголя. Кроме того, алкоголь действует следующим образом. Он вызывает гипоксию мозга, то есть снижение питания кислородом головного мозга. Почему? Дело в том, что для того, чтобы получить энергию, головной мозг использует углеводы, глюкоз. В условиях употребления алкоголя мозг переходит на питание той энергии, которая возникает при расщеплении алкоголя. Это другая энергия, это совершенно другие вещества. И, соответственно, возникает нарушение питания головного мозга, причем зачастую хроническое, если употребление систематично. Более того, алкоголь внутри клетки продолжает свое токсическое действие, причем оно отсроченное, потому что он подавляет активность митохондрии тех субстанций внутри клетки, которые, собственно, и отвечают за образование энергии. И поэтому даже когда острые признаки алкогольного опьянения, алкогольного отравления, они уже исчезли, вот это депрессивное действие на мозг, оно продолжается. То есть мозг работает в данном случае в полсилы. Проводили эксперименты, установили, что прием всего-навсего 20 мл алкоголя приводит к тому, что эффективность работы, например, у машинисток проводили такое исследование, снижается на 25%. Кроме того, существует еще один очень важный механизм. Очень многим известно, кто, так сказать, периодически употреблял алкоголь, что на следующий день хочется пить, то есть возникает жажда. Алкоголь вызывает обезвоживание тканей. Мозг – это очень наполненный жидкостью орган, то есть он, так сказать, достаточно наводнен. Возникает определенное обезвоживание головного мозга, и это вызывает и головную боль, и головокружение, и различные неврологические симптомы у таких пациентов. Спасибо большое, Илья Вадимович. Мы продолжаем об этом говорить с нашим экспертом. У нас в студии врач-невролог Ленев Олег Глебович. Мы выяснили, что гибнут нейроны при употреблении алкоголя. К чему это приводит? Деградация личности. То есть человек, который пьет каждый день, да? Ну, не обязательно каждый день. Не обязательно каждый день. Да, который просто злоупотребляет алкоголем. В случае его клетки постепенно разрушаются, когнитивные, психические функции начинают также деградировать. И в итоге уже спившийся человек вращается в животное. Он уже не контролирует ни мочи испуска, ни идентификацию. И то, что говорит, он просто становится подобием человека. Хорошо. А те люди, которые упивают по выходным? Вот мы берем ситуацию. Дача, шашлыки, приятная компания, бутылочка водочки. Да, это очень романтично и интересно. Но алкоголин существует несколько типов. Это запойный алкоголизм. И домашний алкоголизм, который вроде бы спрашивает, что пьет, да нет, не пьет, ну как и все, ну нормально. Есть там какая-то подработка или к концу рабочего дня, здесь напряжение, стресс, либо просто с выходными на даче, или обмытие там какого-нибудь дохода или зарплата. В итоге получается в месяц он употребляет довольно часто алкоголь. И при этом относится к хроническим уже алкоголикам, к домашним алкоголикам и алкоголикам. Спасибо вам большое. Представьтесь. Ну, я приглашу сейчас к нам в студию нашу зрительницу, Ануфриеву Ирину Владимировну. Ну, идите к нам. Вы, я так понимаю, выпиваете? Ну, да, способ проветрить мозги. Ириночка, скажите, сколько вы можете выпить? Ну, бутылку вермута. 0,7? 0,7. Так, как часто? Раз в неделю, два, три? Ну, не, ну не три, ну раз, ну два. Дело в том, что мы попросили Ирину пройти небольшое обследование. Сделать ей магнитно-резонансную томографию мозга. Олег Лепч, идите к нам, чтобы вы профессионально прокомментировали. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, что мы видим? МРТ в норме, с левой стороны, и с правой стороны она уже в патологии. Видите, интенсивность картинки, она резко изменена, потому что сужение сосудов. На уже объемном срезе мы можем отмечать синдром, так, грецкого ореха, когда усиливаются борозды глубокие, и мозг слущивается. Это вызывает своего рода токсическую философизм, когда человек может много говорить ни о чем. Так, и нарушает тем самым когнитивные поведенческие функции, потому что карагаловый мозг отвечает за поведение. А можно восстановить первоначальное состояние мозга? Если деградация произошла у человека с возрастом, то можно только поддержать. Но у пьющего человека, если он перестает пить, человек начинает когнитивно восстанавливаться. Он сознает, что было тогда и что сейчас. Давайте посмотрим дальше на МРТ КТ Ирины. Здесь мы непосредственно выделили режим сосудистый. Вы видите, если каждый слайд разделить пополам, то мы видим, что одна сторона более светлая, с плохим кровообращением, а другая сторона более темная, активное кровообращение. Значит, уже область коры головного мозга получает плохое питание кровью, тем самым кислородом. И у данной пациентки могут непосредственно быть жалобы на быстро утомляемость, снижение сосредоточенности, головные боли, головокружение и, в общем, нарушение сна. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо вам. Почему мы все это делаем, Ирина? Вы практически сейчас ничего, наверное, не чувствуете. Вы живете, у вас есть увлечение, у вас есть вермут. Но в какой-то момент организм говорит «стоп». И когда этот момент наступает, никто не знает. А поэтому, ну, зачем? Ну, не грустите, Ирина. Давайте поаплодируем Ирине, она прямо испугалась. Присаживайтесь, Сердю, присаживайтесь. Вот я не пью и вам не советую. Потому что даже один раз минус 8 тысяч клеток мозга. Вдумайтесь, они у вас лишние? Это была рубрика «История болезни». Мы говорим о самом главном.